А сейчас о необычном конкурсе среди педагогов, который прожил в формате пресс-конференции. В Твери состоялся очередной раунд муниципального этапа конкурса «Учитель года». Претендентам на победу пришлось отвечать на самые разные вопросы, которые задавали не только представители жюри или коллеги. Роман Быков расскажет подробности. Восемь лучших педагогов в Твери вышли во второй тур муниципального этапа конкурса «Учитель года». В его рамках они успели провести открытый урок, классный час, дать мастер-классы. И вот теперь настал черед ответить на вопросы в формате такой своеобразной пресс-конференции. Чтобы определить масштаб, масштаб личности, многогранность, узнать больше про конкурсанта. Педагог – это многогранная личность, и данное конкурсное испытание позволяет нам это оценить. Среди тех, кому предстояло задавать вопросы, были члены жюри, коллеги из других школ, ученики, представители общественности и средств массовой информации. Последнее в президиуме представлял главный редактор нашего медиахолдинга Дмитрий Нечаев. «Он здесь достойнейший из-достойнейших. Мы уже прошли серьезные испытания. За некоторыми из вас я следил лично. Как у вас все проходит, с волнением тоже. И я, конечно, вам всем желаю победы». Ну а затем настало время вопросов. Школьника из 12-й гимназии Александра Бегунова давно занимает вопрос о том, как должны вести диалог педагог и ученик во время урока. «Кто под кого должен постраиваться? Диалоги учитель-учитель. Учитель под ученика и ученик под учитель. Я считаю, что учитель должен постраиваться под ученика. Дети абсолютно разные. Поэтому кто-то из детей волнуется, кто-то из детей, наоборот, ведется впереди всех. Никто не может постраиваться под друг друга. И каждый должен показывать свою точку зрения». Вопрос от СМИ задавал наш медиахолдинг. Педагогов спросили о вариантах решения проблемы присутствия мобильных телефонов на партах учеников во время уроков. Не стоит ли вообще их сдавать педагогу перед звонком? «С требованием с этим я согласна. Обязательно именно на федеральном уровне надо издать определенный нормативно-правовой акт, который будет регулировать использование учеников, телефонов и вообще каждого мобильных средств на уроках». По результатам конкурсных испытаний были определены четверо финалистов. Ими стали учитель немецкого и английского языков школы номер 50 Сабина Муслимова, преподаватель географии 51-й школы Юлия Великоцкая, учитель начальных классов школы номер 17 Александра Мамоткова и учитель истории и общества здания средней школы номер 27 Анастасия Леонова. Далее им предстоит участие в заключительном конкурсном соревновании «Педагогический совет». «Педагогический совет»